Клиника, которая может работать даже в условиях карантина и самоизоляции. Это непривычные коридоры и кабинеты, а большой колл-центр, в котором сотни врачей ведут онлайн-консультации москвичей с подтвержденным коронавирусом, но при этом находящихся на домашнем лечении. Между рабочими местами не менее полутора метров, перед врачом два монитора для доступа к базе данных пациентов и видеосвязи с больными. Каждый за смену консультирует по 20 человек. Естественно, доверие к телемедицине у людей разное. При этом в данном случае это практически единственная возможность, когда мы можем действительно в ежедневном формате наблюдать пациента. Дома, соблюдая карантин, лечится больше полутора тысяч пациентов с легкой формой коронавируса. Среди них Анастасия. Ковид у нее обнаружили в конце марта. По состоянию здоровья на тот момент госпитализация не потребовалась. Поэтому я обязана наблюдаться в телемедицинском центре. Значит, когда я прошла регистрацию, со мной связались врачи. То есть я ежедневно сейчас консультируюсь. Очередной сеанс связи. Врач звонит сам. Скажите, пожалуйста. Какая у вас температура тела? 36,8. Как вы себя чувствуете по сравнению со вчерашним днем? Кашель небольшой, остаточный. Практически прошел. На основе видеоконференции ведется история болезней, к которой имеют доступ все врачи. Главная задача – правильно оценить состояние больного. Если пациент, мы видим, что у него тяжелое состояние, либо мы сразу вызываем бригаду скорой медицинской помощи, либо вызываем врача на дом, чтобы он оценил уже лично его состояние. И самое важное – вовремя заметить, что у собеседника появилась одышка. Это является предвестником возможного развития пневмонии, что является самым грозным осложнением коронавирусной инфекции. Смена врача в центре телемедицины продолжается 12 часов. На обед – 20 минут. И снова на дежурство. Департамент здравоохранения планирует увеличить здесь число сотрудников. Только за последние дни количество пациентов выросло вдвое.